Коренная жительница города Видное Людмила Попкова растит 10-летнего внука инвалида. В раннем возрасте мальчику поставили диагноз дистрофия мышц. Но какое-то время он еще мог сам ходить. А с мая прошлого года Дима передвигается только в кресле. Выходить на прогулки стало проблематично. Без помощи бабушки тяжело было выносить ребенка из дома. И тогда она решила обратиться за помощью к главе Ленинского района Олегу Хромову. Результат недолго заставил себя ждать. И вдруг, когда я увидела это самое, шум, пришли организации, которые устанавливают. Я говорю, ребят, что вы делаете? А мы пришли пандус устанавливать. Я говорю, как пандус устанавливать? Я говорю, а что вы не зашли к нам? А вдруг не подойдут колеса или что? Да нет, они все подходят, вы не переживаете. Я очень и очень благодарна всем нашим администрациям, которые во главе с Хромовым, Олегом Владимировичем. Я просто не знаю, как ему выразить это все. Пандус не занимает пространство. Его легко откидывать и возвращать на место. Справиться с ним может даже пожилая женщина. Все это сделано за счет инвестора. Это не единичный случай у нас в городе. И поэтому, конечно, мы будем стараться помогать всем людям с такими проблемами. Если администрация еще что-то делает, чтобы инвалидам-колясочникам было комфортно, то, кажется, частным предприятиям все равно, будет ли среда у нас доступной. Например, посмотрите на этот пандус, который явно не предназначен для маломобильных групп населения. Тот же Дима попасть в магазин по нему не сможет. Идем дальше. И опять сюрприз. Пандус вроде как есть, но не приспособленный для людей-инвалидов. Дотянуться до перил проблематично и установлены они только с одной стороны. Юлия Погасян, Владимир Рубежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.